Здравствуйте. Есть такой загадочный артефакт, который называется хрустальный череп. Вернее, он не один, их некоторое количество. Это больше десятка известных хрустальных черепов. Легенда их происхождения такая. Где-то в Центральной Америке, это Мезоамерика еще по-другому называется, на раскопках, иногда находили вот такие вот амулеты, хрустальные черепа. Они хранятся в нескольких музеях, в нескольких музеях мира. В некоторых музеях их уже перенесли из основной экспозиции, либо в запасник, либо вот в экспозицию, где представлены подделки. Потому что к культуре той вот мезоамериканской, Центрально-американской, мезоамериканской, Средней Америки, древних индейцев, майев, ацтеков, я уж не знаю там кого еще, они не принадлежат. Не принадлежат. Экспертиза это показала. Очень искусственно сделаны они из хрусталя. Хрусталь это, так сказать, СО2 кристаллический. Выяснилось, что хрусталь этот, то есть этот самый кварц, он происходит не из Америки, там просто вот в мезоамерике залежей такого кварца просто нет. Он происходит из Европы, из Швейцарии, из Южной Германии, то есть явно европейское происхождение. Если внимательно разглядывать поверхность этих изделий, то видно, что они обработаны на шлифовальном круге. Очень важно, шлифовальный круг, колесо. До Колумбова Америка не знала колеса, и, соответственно, там не было шлифовального круга, не было гончарного круга, ничего круглого там не было. Видите, вот у них этого не было. То есть если это обработано на шлифовальном круге, однозначно это сделано не там. Не там, однозначно. Ну там есть и другие доказательства, находят там какие-то частички абразива, которые вот более-менее современные, которые появились только в 19 веке, вот в работе европейских, значит, гранильщиков, хрусталя. То есть явное европейское происхождение. Но вещь очень дорогая, очень сложная. Видно, что сделано с большим искусством. Череп прям как настоящий. Причем нижняя челюсть подвижная, представляете? И она вот повторяет конструкцию сустава вот этого. Все, там вот сустав вставляется, движется. Более того, какие-то необычные оптические свойства иногда находили во время исследования. То есть снизу ставят свет, лампу, и лучи света из глазниц этого черепа идут. Да, череп внутри весь сплошной, вот из хрусталя. Как-то уж так сделан такой вот световод фактически, да? Непонятно. Ну, общеизвестно, что это череп фальшивый. Ну, есть, правда, люди что-то оказывают, что это инопланетяне сделали. Фильм даже есть, Андиана Джонс и что-то там, хрустальный череп. Все как положено. Ну, это все фантастика, это все вымысел. А реальность интересная. Ну, понятно, подделка. Для досужих собирателей древностей сделали подделку и загнали за огромные деньги. Наверное, так и было. Так вот, если восстановить историю этих черепов, а историю, как они перемешались от хозяина к хозяину и попадали в музеи, первоклассные музеи, кстати говоря, она хорошо известна, хорошо изучена, хорошо описана. И вот есть черепа, которые можно заподозрить, что их как-то вот уж инсценировали, подбросили в раскоп. А есть, ну, совершенно непонятные. Происходят они от какого-нибудь антиквара, который продает их местный антиквар, там, где-нибудь в Центральной Америке, продает их своему покупателю за очень умеренные деньги. Ну, за несколько десятков денежных единиц, да, писета там какие-то, как они называются. Всего-навсего. Сделать его за какие-то там десятки фунтов, стерлингов, невозможно. Или сотни. Это слишком дешево. Это слишком дорогая работа. Если этот антиквар сделал фальшивку, почему он так дешево продает? Ну, понятно, но если он купил у какого-нибудь крестьянина, который цены настоящий не знает, нашел где-нибудь у себя в поле, ну, понятно. Ой, он этому рад заработать. Несколько там писет на этом деле. А вот это вот загадка, которую никто объяснить не может. По всем признакам сделано европейцами. Не позже 19 века. А тут по финансовым показателям непонятно откуда взялись. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. Удачи. До свидания.